приветствую вас дорогие братья и сестры у меня включен микрофон раз-два меня слышно вообще приветствую вас дорогая церковь братья и сестры сегодня приходится говорить немного в таком непривычном неожиданном формате обычно привык говорить когда зал полный когда на тебя смотрят живые люди живые лица и по их ним реакциям видно то насколько хорошо заходит им твоя речь вот но сегодня придется немножко по-другому говорить значит как вы уже знаете из анонса тема нашей сегодняшней проповеди или нашего сегодняшнего общения она касается духовных духовных даров мы будем сегодня говорить о дарах святого духа о естественных талантах или способностях и будем говорить на тему того чем они отличаются друг от друга чтобы вы лучше понимали потому что сегодня на эту тему существует множество мнений каких-то стереотипов заблуждений и мы будем так сказать наводить порядок нашем понимании для того чтобы каждый из вас мог эти темы понимать друзья дорогие что я хотел вам сказать независимо от времени года независимо от повода или его отсутствие мы все любим какие-то подарки мы все любим получать какие-то дары есть подарки очевидные есть подарки которые приходится долго разворачивать распаковывать и для того чтобы добраться и понять что там находится и подарки обычно дарят те кого любят вернее тех кто любит и соответственно когда мы принимаем подарки или принимаем дары то мы тоже обычно любим это делать а тех кто любит нас вы знаете друзья дорогие что бог он нас любит и бог он для каждого из нас независимо от того какими дарами мы обладаем он нам сделал самый главный подарок как вы думаете что это за подарок который сделал бог каждому из нас это дар спасения я специально хочу сделать акцент на нем прежде чем мы будем говорить о каких-то других дарах потому что каждый из нас кто принял иисуса христа даже если мы считаем что мы не одаренные чем-то и мы чем-то обделенные то нам нужно в первую очередь помнить о том что бог нам подарил спасение и это самый 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 главный подарок и вот по сравнению с ним все остальное оно меркнет меркнут какие-то там земные материальные вещи какие-то там успех процветание здоровье это все нужно но спасение это самое главное и спасение оно может быть ну если оно является в центре нашей жизни то нас как христиан невозможно будет расстроить разочаровать потому что это такой дар который всегда пребывает с нами который мы ну и мы в нем пребываем но вы знаете друзья бог он позаботился о нас больше чем только то чтобы дать нам спасение помимо спасения бог нам дал еще много разных даров способности и талантов и мне на память приходит место из послания апостола павла к римлянам 8 глава 32 стих там апостол павел пишет церкви такие слова тот который сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего обратите внимание бог который сделал для нас самый большой подарок самый ценный подарок подарил своего сына для нашего с вами спасения конечно же он позаботиться о нас и дарует нам все необходимое для жизни на этой земле и сегодня я бы хотел говорить о таких трех категориях божьих даров и о их свойствах о их особенностях которые бог дает каждому из нас итак первая категория это естественные способности что такое естественные способности они как правило даются всем людям и верующим и неверующим и молодым и старым и любым людям и эти способности отчасти они происходят из-за образа и подобия божьего то есть каждый из нас является носителем образа и подобия божьего и соответственно то что мы сегодня способны например любить сочувствовать сопереживать проявлять милосердие сострадание это наши способности которые бог дал каждому из нас они исходят из того что мы сотворены по его образу и подобию и поэтому его образ он является для является как бы причиной того что у нас есть вот эти вот способности вот также есть другие способности например физиологические способности это способность дышать способность говорить, способность смотреть. И эти способности, они являются даром Божьим. Вы согласны с этим? Потому что если бы Бог нам ими не наделил, то мы бы ничего не сделали для того, чтобы заставить себя заговорить. Например, ученые говорят, что обезьяна, например, является продуктом эволюции, а мы являемся ее дальним предком. Но сколько уже обезьяна не эволюционирует, так сказать, она все еще не заговорила. Это почему? Потому что ей Бог такой дар не уделил. А нам такой дар Бог дал. И Он дал его для того, чтобы мы использовали Его во благо. Также есть способности естественные, которые в нас вложил Бог. Ну, например, кому-то Бог дал высокий рост. Я даже не буду говорить, кому, вы сами поймете. И, с одной стороны, это способность или этот дар, который я не мог бы получить сам. Библия говорит, что мы не можем себе роста прибавить и на один сантиметр. Но, с другой стороны, имея этот дар, я могу его применять на что-то хорошее. То есть я могу, ну, как минимум, котика с дерева достать. Вот. А могу развивать этот дар или этот талант, например, играя в баскетбол. И тогда эта врожденная способность или врожденный дар Божий превратится уже в талант, превратится уже в приобретенную способность. Вот. И так же само можно говорить и о других способностях. Например, как вы считаете, вот способность верить – это дар Божий? А кому этот дар Божий дан? Всем людям или каким-то особым только? Вот. Но на самом деле Библия очень ясно и многократно говорит о том, что способность верить – это то, что Бог дал всем людям. Но то, как мы этим даром распорядимся и в какую сторону мы этот дар применим, мы можем свою веру направить к Богу, можем свою веру направить к чему-то другому, например, к атеизму или к эволюции. Это уже зависит от нас. Вот. Поэтому Бог, он будет, поскольку некоторые дары и некоторые таланты и некоторые способности он дал каждому человеку, то он, соответственно, будет с каждого из нас и спрашивать. Будет спрашивать, насколько мы правильно этими способностями распорядились. И знаете, что интересно? Что не будет ни один человек перед Богом стоять, который бы чего-то не получил или которого бы Бог спросил за то, чего он не получил? То есть Бог, он не такой. Бог, он дает всегда то, что он, ну, то, что он человеку дал. Поэтому каждая способность, она налагает на нас определенную ответственность. Следующий тип Божьих даров или способностей, которыми Бог нас наделил, это способности приобретённые. Чем они отличаются от врождённых способностей? Ну, во-первых, они отличаются тем, что мы можем их приобретать и развивать по собственному желанию. Например, как я уже сказал, если бы даже я захотел быть низким или, наоборот, захотел быть высоким, но мне Бог этого не дал, что бы я не делал, этого бы не поменялось, потому что это мне не дано от рождения. Но приобретённые способности, их можно и нужно развивать, их можно, как сказать, современным языком прокачивать для того, чтобы в них преуспевать. Ну, вот, к примеру, я приводил естественный Божий дар, это, например, высокий рост. Но сам высокий рост человека ещё не делает, допустим, успешным баскетболистом. Например, я не являюсь таковым, хотя в детстве я немножко играл в баскетбол, но не до такой степени, чтобы быть в этом каким-то выдающимся профессионалом. Но вот если бы я, согласно этого дара врождённого, применял бы усилия, применял бы какое-то усердие, то, возможно, он бы вылился в какую-то приобретённую способность хорошо играть в баскетбол. А естественный дар, он только бы способствовал этому, то есть помогал бы это делать. Или, например, Бог, допустим, дал человеку врождённую способность быть усидчивым. Вы же согласны, что усидчивые не все люди. То есть есть люди, которые могут быть усидчивыми, есть такие, которым нужно везде быть в движении. Только если Бог дал способность быть усидчивым, ты можешь приобрести какую-то другую способность на основании этой способности. Ну, допустим, выучить программирование. Потому что вы понимаете, что, наверное, стать программистом невозможно, если ты не усидчивый. Потому что за компьютером сидеть придётся по 8, по 10, по 12 часов. То есть это я к чему говорю? Что мы распознаём в себе способность врождённую, которую нам дал Бог, и смотрим, как мы можем на фундаменте или на базе этой способности, как мы можем развить что-то ещё, прокачать какой-то навык, прокачать какой-то талант. И обычно учёные говорят, что человеку для того, чтобы стать в какой-то сфере профессионалом, ему нужно иметь 10 тысяч часов практики в этой сфере. Слышали такую цифру? И нужно прочитать 50 книг по какой-то тематике, по какому-то направлению. Тогда человека можно назвать экспертом. И таким образом, кстати, в Библии даже не 50 книг, а 66 книг, поэтому если мы с вами, дорогие друзья, будем прочитывать Библию за год полностью, целиком, а также будем наше христианство практиковать, то через какое-то время мы станем очень способными и профессиональными христианами, хотя бы на этом основании. И хотелось бы ещё привести пример вот таких приобретённых способностей, которые может давать Бог способностей делать какое-то дело профессионально. Если перед вами есть Библия, откройте книгу Исход, 36 главу, с 1 по 2 стих, Исход 36, 1-2. Там описывается процесс строения или построения скини и собрания. И там идёт речь о некоторых мастерах одарённых. Там написано, «И стал работать веселил и оголяв, и все мудрее сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей веселила и оголява и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Что мы видим в этих стихах? Здесь описано два талантливых человека, специалиста своего дела, профессионала, которые занимались построением скини. Библия про них говорит, что они были мудрее сердцем. То есть им даётся характеристика. Они были мудрее сердцем. И написано ещё, что сердце их влекло. Вот видите, Библия говорит, что сердце человека может даже к чему-то хорошему влечь. Сегодня есть такие учения, которые делают акцент только на о том, что сердце человека лукаво и крайне испорчено, но мы видим и обратную сторону, что если человек мудрый сердцем, то сердце его может влечь к правильным каким-то делам, к правильным поступкам, к правильному труду. И смотрите, что Бог таким людям даёт какую-то сверхъестественную мудрость, сверхъестественный талант. Написано «разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища». Что из этого мы можем сделать вывод? Что если мы будем находиться перед Богом в правильном положении, наше сердце будет влекти или влечь нас делать что-то для Бога, служить Богу, стараться для Него, то Бог вот в ответ на это, Он даст нам способность и разумение делать всякую работу, потребную для Него. То есть если мы это будем переводить на современный язык, то, например, если человек захочет служить Богу в какой-то сфере, ну, например, там, проповедникам, видеооператорам, переводчикам, и вот он очень захочет. И Бог увидит это желание и даст человеку такому способность, что у него будет получаться это изучать легко. Почему это будет происходить? Да потому что такой человек и его служение, оно нужно в Доме Божьем, и Бог, он будет делать всё, ну, чтобы такого человека поднять. И поэтому, друзья, дорогие, молодёжь особенно, к вам обращаюсь. Если сегодня вы ещё себя не нашли в этой жизни, вы не нашли ещё сегодня свою профессию, своё призвание, то мой вам совет – ищите, попытайтесь его найти в Доме Божьем, в Церкви. Я не говорю о том, чтобы вы на всю жизнь стали полновременным служителем, но я говорю о том, что в Церкви Божьей есть столько много интересных направлений, столько ниш, где вы можете применить свои таланты, свои врождённые способности, о которых я уже говорил. И если это ваше, то Бог вам на это даст сверху ещё какие-то определённые возможности, таланты, и у вас будет это дело получаться лучше, чем у кого-то другого. Например, я из своей христианской жизни знаю множество молодых людей, которые именно через служение в Церкви, они открыли в себе таланты и способности, ну, например, там фото, фотографов, видеооператоров, спикеров публичных, переводчиков. Знаю людей, которые начинали, например, переводить в Церкви, а потом стали профессиональными переводчиками и за это получают деньги, путешествуют по миру, но они начали это призвание в Церкви. Знаю людей, которые, например, начинали с того, что в Церкви вели какие-то малые группы, допустим, кому-то объясняли Библию, а потом Бог на этих способностях их так поднял, что люди стали заниматься какими-то тренингами, стали известными, популярными, раскрученными, но начинали когда-то с Церкви. Поэтому помните, что если вы хотите, ну, чтобы ваши способности и ваши таланты, приобретенные, они открылись в полной мере, в полном масштабе, то реально постарайтесь их найти в деле Божьем, в Доме Божьем. И, конечно же, тогда придет время, когда вы сможете этими талантами, возможно, и себя кормить, и свою семью кормить, но раскрыться они могут в Божьей Церкви. Поэтому не тратьте свое время попусту и приобретайте все возможные таланты, способности, ищите себя, обращайте внимание на то, какие у вас есть врожденные способности, потому что, согласитесь, намного легче приобрести способность, когда она будет на фундаменте врожденной способности, чем приобрести ее с нуля. Ну, то есть вы понимаете, что если, например, я в детстве захотел активно заниматься баскетболом, у меня бы, наверное, это лучше получалось, чем у того, кому Бог дал маленький рост. Это просто как пример привожу. Поэтому каждый из вас, он может найти вот такую же способность. И, наконец, после того, как мы с вами поговорили о способностях врожденных и способностях приобретенных, настало время перейти к самому основному пункту, третьему пункту. Это дары Святого Духа. И мы сейчас о них немножко поговорим. Итак, дары Святого Духа. Ну, во-первых, чем они отличаются от врожденных и приобретенных способностях? Их перечень, он четко обозначен в Библии. То есть если способности наши врожденные, они могут быть, ну, как бы разные, их список, наверное, очень большой, то дары Святого Духа, они все прописаны в Святом Писании. Но на самом деле это не значит, что не может быть никаких других даров Святого Духа, кроме как те, которые прописаны. Почему я так думаю? Потому что об этих дарах апостол Павел упоминал три раза в трех разных посланиях. И эти разные послания, они изначально были адресованы разным церквям. И в этих всех трех посланиях не повторяются все дары, ну, вот как бы подряд. То есть есть разные дары. Поэтому я могу допустить, что Павел не имел как бы цели описать какой-то вот четкий, строгий список даров, которые, ну, как бы эксклюзивные. То есть есть только они, и ничего другого больше Святой Дух дать не может. Вот. Я думаю, что могут быть еще какие-то дары. Но, тем не менее, поскольку некоторые дары описаны в Библии, то как раз их можно зачитать, чтобы по крайней мере понимать, что Библия называет дарами Святого Духа. Итак, первое место, где они упоминаются, это первое послание к Коринфянам апостола Павла, 12-я глава с 7 по 11 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь апостол Павел перечислил ряд даров, которые, ну, как минимум, в ранней церкви, в новозаветней церкви они были актуальны. Сегодня, возможно, многие из этих даров, они не сильно актуальны в современной церкви, которой уже больше двух тысяч лет. Но вот в то время они были актуальны и они записаны в Библии. Следующий отрывок, где апостол Павел делится с нами дарами Святого Духа, он записан в послании к Ефесянам, 4 глава с 11 по 13 стих. Ефесянам 4, 11-13. «И он, то есть Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христового». Смотрите, друзья, чем отличаются дары Святого Духа, вот эта третья категория, от первых двух. Ну, во-первых, как мы уже поняли, дары Святого Духа, они даются только верующим людям, они даются только детям Божьим. Вы же согласны, что Бог, Он может дать таланты и способности любым людям, и тем, которые не верующие, мы знаем, есть множество профессиональных музыкантов, спортсменов, художников, которые не верят в Бога, но Бог их по своей милости, по своей любви, Он их одарил вот этими дарами и вот этими талантами. То в отличие от этих врожденных способностей, дары Святого Духа, они даются только нам, только детям Божьим. В этом для нас есть определенная власть и определенная привилегия, что мы имеем вот то, чего не имеют другие люди. Это очень важный момент, потому что это эксклюзивный момент. Дальше следующее, на что бы я хотел обратить внимание, что дары Святого Духа, они на то и дары, что они даются человеку, они не приобретаются, их нельзя получить на тренинге на каком-то, на семинаре нельзя получить, на вебинаре нельзя их приобрести. То есть они даются только Богом, их нельзя купить за деньги. Помните, как был один волк в книге «Деяний», который вот увидел, как апостолы делают Божьи дела и помыслил дар Божий приобрести за деньги. Ну, вы помните, чем закончилась эта история, не буду ее напоминать, но суть такая, что дар Божий, его нельзя просто приобрести или просто купить или как-то получить. Его можно только получить в подарок от Бога. Вот сегодня я иногда удивляюсь, когда в современных церквях, таких более прогрессивных, наверное, есть там всякие школа пророков, школа исцеления, школа пророчества. Вот я слушаю это все. И я не понимаю. Ну, когда я читаю Библию, там видно было, что Бог избирал пророков. Бог говорил, иди и скажи там слово. Не было такого, что человек захотел стать пророком, записался на какую-то школу, получил диплом, сертификат, заплатил там 300 долларов за эту школу и вот стал сертифицированным пророком. Такого я в Библии не встречал. Я не знаю, откуда эти современные христиане взяли вот такие идеи, но в Библии такого ничего подобного нет. То есть, если Бог человека призывает, Он ему сам дает пророческий дар, и человек идет, этот дар реализовывает. Дальше следующий момент. Способности, как мы знаем, они могут быть унаследованы. Например, очень часто бывает такое понятие, как династии. Допустим, часто в тех семьях, где все врачи, то с очень большой долей вероятности, ребенок, который в этой семье родится, он пойдет тоже в медицину и тоже будет врачом. Почему? Потому что есть такое понятие, как династии. Но духовные дары, они не передаются по наследству. Они, как я уже сказал, они получаются только от Бога. Еще дары Духа Святого отличаются от естественных способностей и даров тем, что очень часто они не зависят от наших естественных способностей, а они очень часто даются даже вопреки отсутствию наших способностей. Вы знаете примеры из Писания, где люди сами по себе были в чем-то слабыми или в чем-то немощными, но пришел Бог и дал им какой-то дар и сказал, иди и делай вот это дело. Вам приходят на ум такие библейские герои или такие ситуации? Вот то, что я могу вспомнить, был такой однажды муж Гедеон, и что он говорил, помните, что кто сильный? Я сильный, да я вообще там слабый, немощный, я ничего не могу, а Бог, если он дает дар, он дает соответственно способности его исполнить. Или помните, как Моисей говорил, что я человек косноязычный, я не могу этого сделать, но опять же приходит Бог, он дает сверхъестественный дар, и человек это может сделать. Таким образом, очень часто Бог, он может дать дар свой или дар Святого Духа, он может дать и на наши способности естественные, а может дать и вопреки наших способностей. Знаете, для чего? Для того, чтобы больше прославиться, потому что чем мы более немощные по плоти, то тем больше Богу достается славы, когда Он нам дает какой-то дар. Потому что если мы и по плоти, допустим, в какой-то сфере умные, способные, компетентные, то очень часто люди могут даже и не заметить, а где же тут Божья работа, где же тут Божий дар. Ну как бы умный человек, умный во всем, он может там и на конференции выступить, и в церкви прослужить, ну и в этом нет ничего особенного. Но бывают такие ситуации, когда Бог реально берет самое немощное, самое ничтожное и наделяет этих людей своими дарами. И вот тогда, когда мы смотрим на таких людей, то действительно мы видим на них Божью славу. Нам действительно хочется прославить Бога, потому что мы понимаем, что сам по себе человек по плоти ничего бы того не достиг, что он имеет благодаря того, что он веровал в Бога, благодаря того, что он открыл Богу в своей жизни дверь. Вот. Поэтому нам надо тоже учитывать этот аспект и никогда себя не списывать со счетов. То есть если мы понимаем, что мы чего-то не можем или чего-то не умеем, не надо говорить Богу, что я не буду этим заниматься, потому что ты мне не дал таких способностей, потому что Бог может дать дар Святого Духа сверхъестественный, и у вас что-то получится лучше, чем вы себе это представляете. Я лично это множество раз проверял на своем собственном опыте. Следующий аспект дары Духа Святого, они даются только, только, подчеркиваю, для созидания церкви и для служения другим людям. Понимаете разницу? Например, наши таланты и способности, их можно применять универсально. Например, человек может в церкви попеть или поиграть, а потом может пойти и этим же еще деньги заработать. Ну или то же самое можно сказать про переводчика, про видеооператора, допустим, который может послужить в церкви, а потом пойти и снять кому-то свадьбу и получить деньги за это. И в этом нет ничего плохого, это очень хорошо, когда мы одними и теми же способностями и талантами, мы и Богу служим и себя кормим. Но вот дары Святого Духа, они отличаются тем, что они являются эксклюзивными для служения другим людям и для служения, для созидания Христовой Церкви. Мы не можем духовными дарами просто для самого себя послужить. Вот почему мы все, друзья, и нуждаемся в каком-то единстве, в каком-то общении, потому что когда мы собираемся в Церковь Христову, то мы каждый служим другому тем даром, который Бог нам дал. И в то же время мы получаем служение от другого человека тем даром, который Бог дал ему. Вот поэтому мы все вдруг в друге и нуждаемся, потому что дары, они различны. Вот. И если наши, ну скажем так, способности или таланты, они могут нам самим заработать славу. Ну и на самом деле в человеческой славе нет ничего плохого до тех пор, пока человек не посягает на Божью славу. Потому что Бог, он говорил, что своей славой, да, я не отдам никому. Но в то же время тот же самый Бог говорил прославляющих меня, я прославлю. То есть мы можем сделать вывод из Писания, что Бог человеку тоже уделил, ну скажем так, какой-то предел славы, которую человек может получить в своем деле, в своей карьере, в своей профессии, в чем угодно. И если мы будем одаренные какими-то талантами, то, естественно, мы можем прославиться. То есть о нас могут узнать люди, может узнать мир, и в этом нет ничего страшного. Но когда мы служим дарами Святого Духа, то вся слава в этом процессе, она принадлежит только Богу. Мы не можем никакой славы взять себе, потому что это исключительно дары Святого Духа, и они даны не просто так, они даны на созидание тела Христового, на созидание Церкви. Поэтому тоже это очень важно понимать. И, наконец, последний такой пункт. Иногда я часто слышал, люди путают дары Святого Духа и плоды Святого Духа. Слышали? Как вы считаете, чем плоды Святого Духа отличаются от даров? Ну, наверное, поскольку вас тут нету практически, наверное, я не услышу ваш ответ. Поэтому плоды Святого Духа, вернее, дары Святого Духа, это то, что мы делаем в Церкви, то, что мы делаем для Царства Божьего, это есть дары Святого Духа. А плоды Святого Духа – это то, кем мы становимся в процессе освящения. Понимаете, да, разница? То есть, если дары – это то, чем мы служим, мы служим своими дарами, мы делаем что-то своими дарами, то плоды – это мы проявляем в процессе освящения. То есть, другие люди, они смотрят на нашу жизнь и видят у нас какие-то плоды, и поэтому они могут понять, что мы настоящие христиане. Вот для этого нам как бы даны эти плоды. Итак, мы поговорили с вами о трёх таких важных категориях. Мы поговорили о способностях врождённых или же естественных. Мы поговорили с вами о приобретённых способностях. И, наконец, поговорили о дарах Духа Святого. И поговорили о том, чем они отличаются от всех остальных перечисленных категориях, что у них особенного. И поэтому в завершении, в заключении, что я хотел бы вам сказать. Что все эти три вида даров, на самом деле, они имеют один источник. Этот источник – это Бог. Они даны Богом. Поэтому даже если какие-то из этих даров мы считаем своими, ну, что мы развили в себе эту способность, мы развили в себе этот дар, мы считаем их своими, то мы должны помнить о том, что как христиане мы уже не свои. Мы принадлежим Иисусу Христу. Потому что Библия говорит, что вы куплены дорогою ценой. Вы уже не свои. Поэтому даже если мы свои дары считаем своими, то поскольку мы сами уже не свои, мы всё равно ими должны служить Богу. Поэтому служите Богу всеми дарами, которые Он вам дал. И дарами врождёнными, и теми, которые вы приобрели, и теми, которые вам Бог особо уделил Святым Духом. Поэтому всеми дарами служите Богу, поклоняйтесь Ему. И также помните, друзья, что на нас лежит ответственность за применение этих даров. То есть Бог нам спросит, как мы распорядились тем, что Он нам дал. Поэтому служите Богу всеми дарами и помните об ответственности. И напоследок прочитаю последний стих Писания, послание апостола к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Аминь. «И всё, что это я верю?»